Я рассмотрел дело Ешуа Ганоцри и утвердил смертный переговор. Таким образом, к смертной казни приговорены трое преступников. Дисмос, Гестас, Варраван и, кроме того, этот Ешуа Ганоцри. Первые двое числятся за прокуратором, и поэтому речь о них идти не будет. Двое же последних, Варраван и Ганоцри, схвачены местной власти и осуждены Синедрионом. Согласно закону, одного из них надо будет отпустить в честь наступающего великого праздника Пасхи. Я желал бы знать, кого из двух преступников намерен освободить Синедрион. Варравана или Ганоцри? Синедрион просит отпустить Варравана. Признаться, этот ответ меня удивил. В данном случае налицо явная ошибка. Преступления Варравана и Ганоцри несопоставимы по тяжести. Если Ешуа просто сумасшедший, то Варраван отягощен гораздо значительнее. Он позволил себе прямые призывы к мятежу, убил стража. В связи с этим я прошу первосвященника пересмотреть решение и оставить на свободе того, кто менее вреден. А таким без сомнения является Ганоцри. Итак, Синедрион внимательно ознакомился с делом и вторично сообщает, что намерен освободить Варравана. Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайства того, в чем лице говорит римская власть? Повтори в третий раз, первосвященник. И в третий раз мы сообщаем, что освобождаем Варравана. Хорошо. Да будет так. Честно мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!